Всем привет! Сегодня мы будем делать двухканальный усилитель, у которого на каждом канале по 15 ватт. Также имеется два входа под аукс подключения и стильный корпус. Так что, друзья, погнали! Для изготовления усилителя нам понадобятся такие компоненты. Сердцем устройства является усилитель PAM8610 класса D. Усилитель питается от 12 вольт и выдаёт по 15 ватт на каждый канал. И что самое главное, он не нуждается в охлаждении, так что нам он подходит идеально. В качестве корпуса я буду использовать корпус от электронного октан-корректора. У него уже имеется место под регулятор громкости. А также стоит светодиод, который мы тоже задействуем, что значительно упрощает задачу. Внутренности я выкинул, так что места более чем достаточно. Далее понадобится сам потенциометр на 50 или 100 кОм. Так как у нас двухканальный усилитель, то нам нужен стереопотенциометр, то есть на 6 выводов. Также понадобится цельная панель на 4 гнезда под тюльпаны. Или же каждое гнездо отдельно. Найти такие можно в радиомагазине, либо на Алиэкспресс. Два из них – это вход звука и два – выход на колонки. Далее понадобится маленький выключатель и гнездо под миниджек на 3,5 мм. Это будет ещё один вход AUX. Питать усилитель я буду от блока питания на 12 вольт 1 ампер. Так что понадобится ещё и гнездо питания. Ну и конечно же немного проводов. Сзади будет устанавливаться панель с тюльпанами. Она вписывается сюда, словно тут и была. Намечаем место под панель. Вот эта часть корпуса нам не нужна, так что вырезаем. Наметим места, где у нас будут отверстия под болты. Затем просверлим два отверстия и установим панель. Установилась панель, словно тут и была. Это будет 4 тюльпана для входа и выхода звука. Гнездо питания у нас будет стоять вот здесь. Так что проделаем отверстие. Изнутри пришлось немного сточить, чтобы гнездо нормально влезло. Но это не беда. Вставляем в отверстие и фиксируем гайкой. Выключатель будет располагаться на передней панели. А также спереди будет разъем для входа звука. В него можно будет вставить AUX кабель. А теперь самое главное. К усилителю мы должны припаять все идущие к нему провода. Слева провода для входа звука. Снизу и сверху выходы на колонки. А справа два провода, идущих на питание 12 вольт. Возьмем потенциометр. Два крайних вывода мы загибаем внутрь, чтобы они сомкнулись вместе. Так будет намного проще припаивать провода, так как на схеме они все равно соединены. Далее потенциометр припаяем на вход усилителя. А к нему припаяем еще три провода, которые пойдут на тюльпаны на вход звука. Как правильно припаять провода к потенциометру, вы узнаете по картинке. После чего я припаял провода входа и выхода звука на панель с тюльпанами. Звуковой сигнал от тюльпанов идет на переменный резистор, а от него на усилитель. А выход звука по проводам от усилителя идет на два других тюльпана, разделяясь на правый и левый канал. Минус питания усилителя я припаял на минус разъема питания. А в разрыв плюса питания будет стоять выключатель. Плату усилителя внутри корпуса нужно закрепить. Я же проделал два отверстия и посадил плату на болты. Также припаял провода питания на выключатель. Теперь установим потенциометр. Язычок обычно я откусываю, чтобы он не мешал. А вообще он служит в качестве стопора, чтобы потенциометр не прокручивался. Но если его хорошо зажать гайкой, то язычок вообще не нужен. Надеваем ручку и вуаля, потенциометр установлен. Далее я хочу, чтобы горел штатный светодиод от 12 вольт. Хотя его напряжение питания всего 3 вольта. Для этого я использую постоянный резистор на 1 кОм для ограничения тока, идущего на светодиод. Ставится он в разрыв плюса питания светодиода. Сверху на резистор я одел термоусадку, чтобы ничего не коротнуло. Теперь займемся передним разъемом для входа звука. К нему припаяем небольшой стереокабель. А второй конец кабеля припаяем на тюльпаны, идущие на вход усилителя. Сам разъем я покрыл сверху термоклеем, так как уж больно он хлипенький. И установим его обратно на панель. На этом сборка электронной части завершена, и можно собрать обе половинки корпуса вместе. Все хорошо, но корпус как-то смотрится не очень. Поэтому карбон. Закарбоним все это дело. После недолгого времени поклейки карбона, вот что получилось. Я думаю, так намного лучше. Если ты так тоже думаешь, то ставь палец вверх. Спереди у нас регулятор громкости, клавиша включения, вход аукс и светодиодный индикатор. Сзади разъем питания и 4 тюльпана, вход и выход звука. Время тестировать. Но сперва подключим провода, кабель питания, две колонки на выход усилителя. А на вход усилителя подключим кабель на 2 тюльпана и миниджеком на 3-5 миллиметра. Вставляем миниджек в mp3 плеер. Включаем усилитель и наслаждаемся музыкой. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Чтобы подключить устройство к переднему входу, понадобится аукс кабель на 2 миниджека. Один миниджек вставляем в разъем, а второй в mp3 плеер. Дорогие друзья, усилитель получился очень компактным и удобным. И пусть никто не говорит, что это типа усилитель D-класса, играть будет хуже, чем другие и так далее. На моё мнение, усилитель довольно хорошо играет, раскачивает две колонки по 15 ватт. И самое главное, он маленький и практически не греется, что очень удобно и практично. Так что обязательно помогите каналу лайком, если видео вам понравилось. Также делитесь видео со своими друзьями в соцсетях и подписывайтесь на мой канал, если вы не подписаны. И с вами Влад Ютубер, друзья. Всем спасибо, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok